КТРК сегодня запустила круглосуточный канал «Спорт». Это первый в Кыргызстане спортивный телеканал. В торжественном открытии приняли участие спортивные журналисты, представители госорганов, курирующих вопросы спорта и здоровья, и спортивных федераций. На новом канале будут вестись трансляции ключевых матчей и важнейших соревнований, выходить спортивные новости. Шарина Санакунова одной из первых увидела студию и аппаратную нового телеканала. Этого дня ждала вся спортивная общественность. Вот пульт, запуск и канал «Спорт» в эфире, качество вещания в HD-формате. В этой студии будут беседовать на тему спорта, а это виртуальная студия. Трансляция доступна по всем кабельным каналам, а также на всей территории страны в цифровом пакете. Вещания круглосуточные, на двух языках, семь дней в неделю. По предварительным подсчетам, аудитория спортивного канала более миллиона человек. Как тренируется, как участвует наш спортсмен на международном, какие достижения или какие упущения у нас вообще в спорте или массовой физической культуре. Показать, что это всего стоит, как тренируется, как прошла подготовка, в каком состоянии спортсмен. Пропаганда здорового образа жизни, спорта, поэтому мы очень рады. Мы готовы совместно работать. И госагенция будет в полной мере помогать спортивному телеканалу в освещении спортивных событий. Поэтому еще раз хочу всех поздравить с открытием такого спортивного телеканала. В первое время 70% эфира будет заполнено мировыми спортивными мероприятиями. На все трансляции канал «Спорт» имеет лицензии. Куплены они на собственные средства КТРК от коммерческих доходов. Каждая лицензия на самом деле стоит очень дорого. Например, лицензия на показ чемпионата мира по Испании и Германии нам каждая стоила почти по 25 тысяч долларов. Поэтому сам по себе качественный контент на спортивные каналы он стоит очень дорого. Но КТРК сегодня и по финансовым ресурсам, и по человеческим ресурсам мы способны это обеспечить. И мы это обеспечим наших телезрителей хорошим качественным контентом. Это я говорю про популярные виды спорта. Но есть менее, так скажем, в нашей стране популярные, это вот такие виды спорта, как, допустим, гольф, регби, которые, допустим, менее проинформированы, так скажем, наши телезрители. Эти лицензии нам обошлись менее дешевле, конечно, но мы их тоже будем показывать. Я думаю, что это тоже будет очень многим интересно. А 30% эфира заполнят национальные виды спорта и те мероприятия, которые происходят в спортивном мире нашей страны. Создавали новый канал 9 месяцев. Затратили более 50 миллионов сомов. Детство мечтало, чтобы в нашем, хоть любом, в нашем доме, в котором телевизор стоял, да, был бы только спортканал. Я 24 часа бы я смотрел. Это моя детская мечта сбылась. Спорт – это вся жизнь. Дело в том, что это там, тут и здоровье, тут и эмоции, тут там, понимаете, первые шаги и первые, вот, на, как говорится, успехи. И там и слезы, и все. Открытие первого спортивного канала – это, безусловно, показатель того, что спорту со стороны государства внимания становится все больше. А еще это хороший вклад в оздоровление нации. Это мнение гостей подчеркнули особо.